Всем ребят привет! С вами Седой Копатель и мы отправляемся в новую экспедицию. Перспективы нас не радуют, но на деле получилось шикарно. Давайте я коротко вас ознакомлю, что вас ждет в этом увлекательном путешествии. Начну сразу, монет много и чтобы не толпиться на одном шурфе, мы разбились на несколько команд. И разбежались каждый на свой фундамент. Ребята, мы идем на шурф к Веселому. Смотрите, сзади идет там делегация целая. Я даже чистить боюсь. И мы идем. Да вознесет вас Господь всех в свое время. Ребята, вот так. Ушко отломано, медаль. Медалька? Да. Ой-ой-ой, это же сведящее око, Сереж. Надпись интересная. Смотрите, какая. Мы сначала подумали, братья на одну бутылку. Прочитали, знаете, так вот получается. Погнали, погнали, погнали. Да ну на. Здесь же советы. Реально, катим пятак, ребята. Ребята, это монета, серебро, третий рейх. Опять, наверное, каких-то фенингов или что-то в этом роде. В шоколаде остались все. Но местным пацанам повезло куда больше. Итак, ребята, бригада номер один местных. Что-то интересное. Виск, восторг был, я не знаю, сногсшибательный. Ну как подняли, не поднимали. Не знаю, в бумажке была. В бумажке? Ну вот, видишь, бумажка сверху. Да ладно, значит, еще там должно быть. Вот здесь я ее нажал. Ух ты, ребята. Медалька. Вот такую вот. Следом. Медаль, ребята. А медаль очень приятная. Очень приятная. Тем, что она нечастая. Ну а наши экспедиции без вкусного застолья не обходятся. Спасибо нашим друзьям. Сергиевску огромный привет. Обжариваешь мясо. Лучок, морковку. Добавляешь розниковой воды. Потом туда картошечки и специи. Ну это, ребята, куда лучше, чем дешевек, да? Домой отправились довольные. С полными набитыми карманами денег. Но мне все же повезло больше. А почему, спросите вы. А вот почему. А вот, ребята, и рыбаки едут. Жена, смотри, какая рыба. Ты видала такую? Золотистый карп отправился в Самару. Макс, Дэн, от моей жены вам огромное спасибо. Спасибо большое, мальчишки. Я очень люблю рыбу. Они знают. Я люблю ее всякую. Они и поехали рыбачить. Вот ради, как говорится, жены блогера. Ну вообще. Я ее сейчас сфоткаю и скину девочкам. Девочки вообще обалдеют. Нет. Ну а вкратце, как-то так. Приятного вам просмотра. Итак, ребята, доброе утро. В принципе, ночь пережили нормально. Было тепло, классно. Машины даже никто не заводил. Правда, все смотались от нашего огня. Здесь пионерский костер такой был. А рядом сушняк. И все свалили. В общем, проснулись. Некоторые прям сразу на шурфу, в бой. Подняли одну монетку. Ничего страшного. Вот сейчас у нас дилемма. То ли переехать на новое местечко, либо пойти все-таки взрывать новые фундаменты. Все в сборе. Все, в принципе, вот сидят. Не буду веселого показывать. Он какой-то опухший. Все в сборе около костра. Кто у нас похмеляется. Есть такие люди, которые похмеляются с утра пораньше. Кто-то кофеек, чаек. Ну, кто там кое-что еще расслабляется. В общем, ребята, все. Погнали. Новые фундаменты. Новые находки. В бой, да? Вы все, в бой готовы? А то. А то. Погнали. Итак, ребята, начинается утро с находок. Шурф отвратительный. Засыпки нету у Сереги. Ну-ка, давай, 42-й Сережа. Отвратительные пузырьки попадаются. Отвратительные пузырьки. 40-49-й. 10 копеек. Держи. И одновременно и у меня тоже выпало, ребята. И как ни странно, это тоже походу 10 копеек. У меня 50-й. У Сереги 49-й. У меня 50-й. Утро начинается с советских монет. Что тогда ожидать? Советские монеты. Пацаны уехали за рыбой собирать. Приедут, посмотрим, что они там нарыбачили-то вчера. Серега там что-то трет. Какой не пойму, щедовичок. Ну, щедовичок бодренький. 10 копеек. 30-33-й, походу. Вот такой вот бодренький. Пойдет. Пойдет. А вот, ребята, и рыбаки едут. Копаем. Хорош, там яму. Ну, что, как успехи? Отличный успех. Показывает тебе там, где там. Вкусняхи. Никто, никто не утонул? Кадр. Кадр? Кадр. Охренеть, ребята, смотрите. Твою дивизию. Это на горох? На горох только рыба. Ничего себе. У нас местный корр очень любит горох. Ты рыба. Это рыба или что это? Это сом? Я. Гард зеркальный. Офигеть. Я в магазинах даже такие не видел. Чистить мило делаю. Зеркальный. Чешуйки нету. Офигеть. Жена, смотри, какая рыба. Ты видала такое? Ребят, фунт решили продолжить. О, это сегодня одна из самых приятных находок. 20 копеек. 23-й год. Сохран будет хороший. Вот это хороший будет сохран. Родички маленько. Цвет. Нормально, нормально. Хороший. Зазвенело я услышал даже, как упал. Ну вот. Первая находка. И серебро. А у нас первые находки. Уж неоги всякие. Ребят, на этом фунде красивые звонкие сигналы редкость. Вот и сейчас тоже Макс вытащил вот такой вот цветной красивый сигнальчик. Смотрите, как аккуратно он корешочек обрубил. Прямо пару миллиметров и все. Наперсток бы подустал бы. Да. Вот матушка природы, как прорастает. Прикольно. Наперсток без донышка. Были такие, ребята. Были. Это целый наперсток. Крепкий. Я думаю, лучше его взять. Хороший наперсток. Ладно, продолжаем. Как бы шурф уже поддыхается. Вот этот пятачок остался. И на этом все. Итак, ребят. У пацанов они шурфят немного по времени. И у них вырабатывается профессиональная чуйка. Вчера они ковыряли здесь, подняли катин пятак, советы, плюнули. И вот сегодня вернулись. Ну и знаете, что там? Смотрите, что выпало. Медаль. Медаль, ребята. А медаль очень приятная. Очень приятная. Тем, что она нечастая. Я уж не помню, сколько там. По-моему, 30 лет советской армии. 20. 20 даже. О, да это вообще огонь. Это вообще огонь, ребята. Смотрите. Там как будто с одной стороны Сталин-Ленин друг за другом. Сталин-Ленин, да. Да, 20 лет советской армии. Офигеть. 20 лет советской армии. Это значит 38-й год, ребята. Медаль 38-го года. Это, блин. Блин, это, ребята, до Второй мировой. Офигеть. Вот это награда. Вот это чудо. Я говорю маленького размера. Вторая. Вторая медаль, ребята. Вторая медаль. За эту экспедицию. Зачет. Зачет. Всю информацию приложу. Приятного просмотра. Итак, ребят, приходит время уже прощаться. К сожалению, комрад, который с нами постоянно копает, Евгений, будет удаляться. Ну, работа, дела. Женя, что хочешь сказать про сегодняшний клуб? Да, все отлично. Нормально деревня? Отлично. Но царей нету даже нету. Но царей нету даже. Ну, есть, почему нет? Это есть царь, но у меня нету тоже есть. Ну, есть царьки, но не особо. В общем, Женя, пошли к твоим находкам, которые он нам сейчас покажет, расскажет, что его порадовало именно из находок. Получилось, я посчитал 45 монет, по-моему. 45 монет. Вот. Вкусняхи у него, конечно, есть. Вкусняхи есть. Вот. Одна. Одна из самых шикарных, Женя. Нет, пошли. Одна из самых шикарных находок, которые он поднял ночью. Жень, как тебе вот этот персень? Шикарно вообще. Персень, ребята, является, знаете, как бы именной, фамильной тем, что имеется герб. Фамильный герб. И это серебро. Мощное такое кольцо. Я думаю, Женька его почистить и будет с удовольствием даже носить. Буду. Будешь даже? Я уже носил. Маленькое. Я не знаю, даже на мизинчик не полезет колечко. Раз. Колечко два. И вкуснях. Также у него присутствует 20-29 год. Рельеф, в принципе, хороший. Почиститься будет бодро. Так. Вот насчет этой будет немножко под вопросом. Имеется зеленка. Надеюсь, зеленка не проела серебро сильно. Раз. И еще одна. Вторая советская монета. 27-й год. Пятнашечка. Итого уже не получилось. Четыре серебра. Это вообще шикарно. Ну и по монетам, повторюсь, получилось 45 монет, ребята. 45 монет. Я считаю, что неплохо. Редкие экземпляры есть же. Я просто... Я просто вчера... 26-й год, ребята, вы уже знаете. Потому что сегодня, вчера мы поднимали 26-й год. Не знаю, редкий, дорогой, но вы точно уже знаете. 32-й год тоже. Ну, к сожалению, он подушатанный. Подушатанный. Чистка даже повредит ему. Вот. Еще одна. Еще одна. 31-й год. Банально. 52-й. Ну, трешечки, двадцатки, пятнашки. Есть монеты, которые будут после чистки шикарные. Вот, например, трешечка будет зачетной. Ну и медная и никелевая монета тоже все отойдут. Будут классные. А вот желтенькие будет печалька. Так вот. Детский пистолетик, ребята. Плюс у Жени какарда была. Ой, какарда. Пряжечка. Школьная, ранняя. Он ее отдал Михалычу, чтобы тот ее почистил, отреставрировал. Так, а это, говорят, от ружья, да? Угу. Вот такая штукенция еще от ружья. Я не говорю, что это все-таки. Чиски, я думаю. Да нет, это, Женя, это просто использовали от этих, от газового ключа, и его использовали ребятишки, как пугачи. Сделали пистолет. Да-да-да. Бутылочки у Жени тоже появились. Здесь не часто эти находки. Жалко, не было бутылок у нас с надписями. Но это ранние, это ранние бутылочки, ранние советы. Так что эта деревня у нас просто существовала всего-навсего одно поколение. Ну и монетки, как вы видите, советские. Вот так что Женя по делам уезжает. Женя, ладно, все, давай, пока. Давай, удачи. До новых встреч. Вот, Женька всегда приятно копать. Так что, ребята, вы его еще неоднократно увидите. А там у нас готовится на пассажок. Женька, к сожалению, время. А то бы тоже. Ладно, ребята, давайте у нас один только копает. Илюха, который поднял медальку, хочет поднять еще медальки. Вот. И будем трогаться в путь-дорогу. Кстати, заедем в гости к Веселому. Там что получится посмотреть, на снять. Вы это увидите. Да, Веселый? Кофе, да? Цензура. Цензура. Блин, тогда немало монет. Да, нормально, нормально. Ребята, мы идем на шурф к Веселому. Смотрите, сзади идет там делегация целая, блин. Я даже чистить боюсь. И мы идем, блин. Делегация профессионалов. Да вознесет вас Господь всех в свое время. Ребята, вот так. Ни хрен на себе. Ушко отломано, медаль. Медалька? Да, медалька. Ой-ой-ой. Это же этот, блин, сведящее око, Сереж. Ну, это вот по годам. Да, ну поломано. Жалко, поломано. Ну, куда делать? Вот, по-нарбой, смотреть, знаешь. Да, ребята, вознесет вас Господь всех в свое время. Год, 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 год. 1904-1905 год. Макс, красавица. Не успокоится никак. Я еще не добил ее. Я даже не помню, где она вылетела. А, и вошне она где-то здесь у него вышла, да, Макс? Нет, вот тут. Почти закончили коп, ребята. Почти мы уже пообедали, позавтракали, поужинали. Уже на парах, уже разложили свои находки. Ну, Макс, зараза, ненасытный, блин. Вот так вот вышло. Ну, прикольно. Медальки сегодня присутствуют. Да, молодец. Три медали за этот выход, ребята. Вот. И причем у Макса с этого фундамента две. Одна была, да здравствует революция, там вот этот, и вот эта вот, зачетная, всевидящая ока. Ну, а сейчас по традиции окунемся в историю происхождения этой медали. 26 января 1904 года японские корабли под командованием адмирала Того внезапно, без объявления войны, атаковали русскую эскадру на рейте Порт-Артура. Силы были неравны. Японские корабли были лучше, быстрее и больше по количеству. Скорострельность орудий японцев составляла 360 выстрелов в минуту. У наших пушкарей всего 134. Скорость японских кораблей 18-20 узлов, а наших 15-18. Это и сыграло решающую роль в исходе войны. Русские войска потерпели поражение. Окончание войны армейские чиновники решили отметить медалью в памяти русской и японской войны. Медалью русской империи для награждения военных, участвовавших в русско-японской войне, а также для награждения медицинских работников и священников, состоящих на службе, штатских лиц, отличившие в военных действиях. Эта медаль была учреждена 21 января 1906 года по указу императора Николая II. Медаль имела три основных варианта. Изготавливалась из разных мелометаллов. Из серебра, бронзы и темной бронзы. Медалью из разных металлов вручались в разные категории награждаемых. Серебряный вариант предназначен для награждения защитников Куантонского полуострова и Порт-Артура. Награждены были все лица, участвовавшие в данных военных событиях, в том числе даже жители Порт-Артура, участвовавшие в ее защите. Вариант медали из светлой бронзы полагался всем военным и морякам, независимо от звания и должности, в том числе и добровольцы, которые побывали хотя бы в одном сражении против врага на суше или на море. Медалью из темной бронзы были вручены военным, не принимавшие прямого участия в боях, но состоящие на службе в действующей армиях, находившейся до ратификации мирного договора на Дальнем Востоке и вдоль Транссибирской магистрали и Самаро-Златоузской железной дороги. Отчекание на 45 тысяч серебряных, 700 тысяч светлой бронзы и 750 тысяч темно-бронзовой медали. Диаметр 28 миллиметров. На лицевой стороне медали изображено всевидящее око, окруженное лучами. В нижней части вдоль бортика надпись 1904-1905. На оборотной стороне горизонтальная надпись. Надпись славянским шрифтом в пять строк. Да вознесет вас Господь в свое время. На этом и все. Теперь вы знаете об этой медали. А сейчас возвращаемся на коп. Приятного вам просмотра. Неплохо. Ждем пацанов. Там пацаны тоже шуруп где-то ковыряют, слышите? Ваниш работает. Так что скоро будем заканчивать. И вы будете в шоке от того количества, сколько мы накопали. Вообще бомба выход. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации, хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Прямую любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Ребята, решили немножко это, посидеть, отдохнуть. 100 рублей. После шурфов. Шурфы мы как бы забросили. Закончили кое-кто. Здесь у нас Дэн. Что это называется? Шулюм. Шулюм? Да, Шулюм. Какое-то это блюдо. Картошка с говядиной, да. Блюдо какое-то ваше. Ну, всегда так его называем. Шулюм? Да. Обжариваешь мясо. Лучок. Морковку. Добавляешь родниковой воды. Потом туда картошечки и специи. Ну, это, ребята, куда лучше, чем Дэширак, да? Да. Попробуем. Ну, там вон, смотрите, видите, делегация, дискуссия производится. Смотрит находки, которые Женька поднял за сезон. Сохран какой. Тьфу, кто у тебя не находил. Пятерка. Пятерка 24-го, блин. Ну, вот, давайте я вам покажу Женькины вкусняхи. Вот такая створка. Женька, где медаль? Немножко. А, это что ли? И вот, смотрите. Михалыч, достань вот эту монетку. За освобождение, что ли? Вот, ребята. Вот это круто. Супер вещь. Супер вещь. Снимай, сейчас будет обмен. Какой обмен? Чего обмен? Вот такой. А чё? Чему бы мне? Вон там, ребята. Мне не жалко 20-й билон. Вкусняхо. А я хочу вот на 20-ку, на серебрюшку поменять. И так вот это. Мне дарит. Ребята, смотрите, чё здесь. Смотрите. Чё не давать надо. Билончик, смотрите какой. Ну, как ты думаешь? Всё, вообще лотоку почистил. Вообще бомба. Ребята, бомба вообще не купил. Будет реставрироваться. Вообще класс эмаль вообще зачёт. И вот, смотрите. Вот Андрей подряд подал на импортный. Обратите внимание, эта двушка. Легко. 25-й год. Она только мылилась в мыле щёткой. Её нужно, конечно, привести в порядок. Уже она въезла. Такая монета стоит от 75-ти тысяч. Так, Михалыч убирает обратно в пакетик. Так, ну, короче. Женька привёз тут свои. Я не знаю, его, походу, уже нам выселила. Своими находками. И он их решил сюда переволочь. Гвардия. Крестик зачётный. Вымали. В общем, зачётный. О! Чё-то пятак знакомый, а? Серый! А вот как я рыбил. Пятак чё-то знакомый. Серёга будет неплохая, да? Да, да. С розыгрыша. А, это с розыгрыша даже? Да, когда мы познакомились. Это, ребята, через кота в мешке. Женёк в своё время выиграл. Я таких разыграл. Екатериновский пик-так. Помнишь, поднял? Но она вогнутая была. Чё-то здесь? Да здесь маленько. На значку складывайте, и так и не сложил. Так, 25-й. Ну, здесь всё даже так. Вот у вас трёшка модель такой. А, так. Ну, чё здесь ещё вкусно? Ну, всякие. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Такая. Так, медаль. Помните? Мы её откопали. Ну, тут как бы такое. Женя, а чё тут у тебя мало монет вообще? Жень. Это всё... Это всё... Жень, чё-то ты за год мало накопал, Жень. Вот ещё вот есть хорошенько. А-а-а, есть копорины вон. Да. Всякая-всякая лбу-бу-бу-бу-бу. Вот Женя барахольчик тащит всякую лбу-бу-бу. Ну, блин, печалька. Да. Печалька. Смотри, как у тебя здорово. А-а-а, хорош. Чё это запротливая монет у тебя тут... А, это плавлики. Ну, зря вот так вот, Жень, хранишь. Да я... А, не видишь, вот-вот... Вот, видишь, это не пьё садону, а они между собой трутся и, смотри, видишь, потёрт. Угу. Зря ты так хранишь. Ну, копатель есть, копатель не коллекционер. Да, крест внушает. Такой внушительный. Ну, короче, как-то так, ребята. Чё это? А-а, штурвальчик, штурвальчик. Пробу серебро? Да нет, Владислав, хотя я не знаю, кстати, обоих серебро. Вроде медно должен, у тебя думал. Вот они обычно с серебряным. Вот это серебряный, наверное, смотри. Отвешеный. От серебряный. Чего это? Платина, вроде серебряный, нет? Какой-то нестандартный, да, нестандартный крестик. Ушко, смотри, видишь, какое? Угу. Может и серебро. Чё-то патина, видишь, какая? Угу. Пойдёт. Ладно, пошли к столу. Итак, ребят, на этом я буду, наверное, заканчивать последним сюжетом, где подняли медаль. Вот, может быть, сейчас ещё задержимся, потому что пацаны нарвались там на фундамент, где прям сходу из десяток монет подняли. В общем, день оказался классным, экспедиция состоялась зачётная, пацаны встретили нас классно. В общем, наелись, напились, нарыбачились. Вот, и пацаны, смотрите, все пацаны делают селфи, ребята. Потому что есть с чем действительно сделать селфи, тем, что монет получилось огромное количество. День советов. Огромное получилось количество. Сейчас я вам всё это проеду. Вон, смотрите, даже селфи какой. Это Серёжа один накопал. Да, Серёжа? Никто не влез в кадр. Ну, а по монетам, ребят... Ну, а по монетам... Блядь, да что у меня с языком, блядь. Надо смочить гулу, прям я заикаться стал. Итак, ребята, а по монетам получилось у нас неплохо. Коп состоялся, вот смотрите, на капоте разложили. Михалыч вот в тазике носит свои монеты. Вот, ну, у нас немножко поскромнее, чем с Михалычем. У Михалыча получилось, мы написали общее количество, вот, на машине. Вот, видите, общее количество. Это у нас... Это Макс, это Женёк, это я, Серёга, Илюха, Дэн и мы кто? А, это Михалыч, а это кто мы? А, это Макс, это Макс. Вот, по монетам, ребята, получилось вот так вот. Всё озвучивать не буду. Всё, здесь есть редкие дорогие пятаки, вот, редкие дорогие пятачки. Ну, в основном все монеты советские, но взвод огромнейший. Общая сумма данных находок составляет 309 монет. 309, ребят, просто колоссально. И шурфанули, сколько получилось, 3, наверное, 4 фундамента. На всём конкретно останавливать свой взор не буду. Отложил я только вкусняшки. Вкусняшки, ребята, цари. Это естественно, потому что здесь деревня просуществовала всего-навсего одно поколение. И это вот Александр II, 1859 год, копеечка бодрая. Серебра сегодня в изобилие. Двадцатка, десятка. Вот царская. 1905 год. Это, наверное, единственное царское серебро. Вот такая вкусняха. Это у Михалыча выскочило 5 марок. Год, Михалыч, какой? Тридцать четвёртый. Затем на пассажок у него выскочила вот такая вот. Мы такое вообще впервые видим. Не знаю, найду ли я такую информацию. Индия, что ли, или что это такое. Пишем в комментарии, если кто разбирается. Дальше. Ещё одна медная. 24-й, две двадцатки. 25-й, 29-й. Вот такая интересная, ребята, находка. Почистили. И здесь надпись. Дарю. Что-то в своё время кому-то чего-то подарили. И это может быть накладочка от шкатулки. Стекляшечка интересная. Я вам показываю её. Мы как поугарали немножко. Братья на одну бутылку. Прикольно. Ну, это уксус, ребята. Дальше. По вкусняхам что было? Конечно же, у нас Весёлый отличился тем, что откопал... А, нет, не Весёлый. Это Илюха. Илья. Вот такую медаль. Это одна из первых медалей, которая выдавалась юбилейная, ребята. Это 20 лет Советской Армии. Многие хотят такую медальку в коллекцию. Так как она нечастая, ребята. Не частая. Дальше. Серебрушка была у Илюхи. Ну и, конечно, он всех объегорил непосредственно. Царизмом. Вот такая крупная Екатериновская. Очень в хорошем сохране. Поехали дальше. По вкусняхам. Очень интересный крестик. Очень интересный крестик. Потому что я, как впервые, такой вижу. Штамповочка. Но она оригинальная. Серебрушка. Тоже у Камрада. У Серёги. Следующий немножко поинтересней. Интересней чем. Двадцатка РСФСР. Двадцатка РСФСР. Серёжки даже. Макс говорит, я её сегодня одину на жену. Не знаю только куда. Затем. Двадцать четвёртый год. Копеечка. Второе поколение пионерского значка. В бодром сохране, ребята. В бодром. Затем Женя Максу подарил вот такой пятак. Шикарнейший сохран. Шикарнейший. Прям классный. Ну и две вкусняхи. Это в первый день. Зачётная медалька. Вообще зачётная. Это первая находка медалька. И вторая на пассажок. Последняя. На этом мы и закончили копать. Вот такая. Я предполагаю. Я уж, честно говоря, по истории не волоку, но это, по-моему, японская война. Японская война. Вот такая вот зачётная. Белый металл проглядывается. Не знаю, может разновидность, может посеребрение. Что-то в этом роде. Так, что было дальше ещё из интересного. Ну, вот такой вот колокольчик. Приятный. Вот такая пуговка Орляночка. Я её рассмотрел. Затем. Третий Рейх. Опять фенингов. Сохранчик тоже неплохой. 10 копеек. 23-я. Ещё одна царская монетка. 1812 год. Неплохая. Копейка 24-го. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Из вкусного, ребята. Это, конечно же, вот такой вот перстень. Вообще приятный. Серебряный, между прочим. Тяжёлый такой. Эпоха советская. После царизма. Достаточно бодрые. Все петли на месте. Это у нас пряжка школьника. Историю я вам показывал. Так что теперь вы про неё всё знаете. Вот такая беда. Тоже отголоски Советского Союза. Ленин, Сталин. Это у нас от набора настольного. По вкусняхам здесь тоже. Три. Три билончика. Ну, вот так вот, ребята. Получилось. На нашу команду. Сколько у нас человек, ребята, копало? Шесть? Семь? Шесть. Вот такая классная коллекция монет. Ну, и вот вся наша компания. Наша бригада. Пацаны, передавайте всем привет. Кто вас смотрит. Ну, на этом, ребята, и всё. Всем пока. До новых встреч. Ну, а на обратной дороге заедем в гости. К начинающему Камраду. К весёлому. Посмотрим, что он накопал, как начинающий. Но об этом в третьей части. В рубрике «В гостях у Камрада». Не пропускаем мои новые выпуски. Проставляем лайк и прожимаем колокольчик. Приятного вам просмотра. Я вот считаю, что за год это единственная вкусняха. И этой вкусняхи у меня за 9 лет копа не идут. Ну, за год коп я не есть. Ладно. Были мы в гостях у Камрада. У Макса. Максом Сион мы его прозвали. Продолжение следует... Продолжение следует...